У этих работников нет отчетов и колонок с цифрами. Их присутствие практически незаметно. Но ни одно предприятие не обойдется без обслуживающего персонала. Мы расскажем о тех, кто держит в чистоте территорию цехов и кабинетов и следит за спецодеждой сотрудников. Продолжение следует... Мазута и солярка – главный враг техперсонала Ленских авторемонтных мастерских. За чистоту производственных помещений здесь борются 18 работниц. Общая территория, подлежащая уборке – более 20 тысяч квадратных метров. На каждую уборщицу приходится минимум по тысяче квадратов далеко не паркетных полов. Участок у меня не маленький. Примерно вот видите, да, какой у меня участок. У меня входит туда пять ям. Мою я вот эти ямы. Ну, особенно тяжело весной и осенью, когда вот слякоть, грязь, машины приходят, грязные страсцы. Участок тяжелый, сразу скажу. Вот. Ну, с работой своей справляемся. Работаю уже два года. Уборка там раздевалок, туалетов, помещений, кабинеты. Что самое сложное в вашей работе? Ну, везде все сложно, я бы не могу сказать. Везде сложно, нигде легких участков нет. Вот этот весь мой участок полностью. Кабинеты, цеха. Подметаю, убираю мусор. В гараже вот здесь подметаю ямы, склады мою. Со стороны работы техничек, так их часто называют, может показаться несложной. Никакой большой ответственности, следи за чистотой и все. Но это мнение ошибочно, особенно если рабочий участок в ремонтном цехе. Сотрудники обязательно проходят инструктаж. Вводный при приеме на работу и регулярный каждые три месяца. Эта процедура обязательно, ведь работать приходится рядом со станками. Это на первом месте, это знать, да. Технику безопасности, охрану труда, это на первом месте, конечно, так, как они работают, на производстве. Это обязательно. Здесь очень к этому серьезно и они обучены. На территории Ленского автотранспортного предприятия полы не моют. А метут. Все потому, что покрытия полов разные. В армии они крашеные, а в автобазе бетонные. Но работа от этого не легче. Здесь больше пыли и воды после мойки машин. Ну, бывают периоды, да, сложные. Это весна-осень, когда очень много грязи. Ну, а летом и зимой так в средности. Ну, а так она, конечно, очень сложная. Это подметание, убирание – нелегкий труд у нас. Чистыми должны быть не только рабочие помещения, но и рабочая одежда. В автобазе за чистотой спецодежды следит Елена Фирстова. В ее обязанности входит стирка и ремонт одежды. В мои обязанности много чего входит. Я принимаю одежду, я делаю метки на одежде. Я ее стираю, глажу и ремонтирую. Обязательно у нас идет ремонт спецодежды. Рабочая одежда у всех разная. Все зависит от должности и обязанностей работников. Но самое быстро изнашиваемое – у сварщиков. Специфика их работы заставляет чаще других сдавать униформу в ремонт. После стирки, после окалин дырки, их чаще всего ремонтируешь. Их трудно ремонтировать, потому что сама спецодежда очень грубая. Она очень плохо идет под лапку. Ломаются иголки, она толстая. Спецодежда технического персонала такая же, как и у всех работников компании. Есть летняя и зимняя. Без нее к работе сотрудники не допускаются. В автобазе не только большие закрытые территории. Большие площади и снаружи. Для уборки более 500 квадратных метров. За порядком на этих квадратах следят подсобные рабочие. Когда снег навалит, много, достаточно убирать лопата, снеговая, метла. Бывает, бабкат помогает. Уже привыкли, ничего сложного нет. Уличной работы хватает во все времена года. Но больше ее зимой, когда снег идет почти каждый день. Скидок на минусовые температуры нет. Рабочие приступают к исполнению обязанностей в любую погоду. И это не вся зона ответственности рабочих. У нас, как такового дворника нет. У нас есть подсобный рабочий, который убирает зимой снег, летом пыль, осенью листья и так далее. Также он работает, помогает девочкам на складах раскладывать. У нас бывают большие поступления автошин, аккумуляторы, спецодежда. Это тоже входит в обязанности. Ну и всегда работы много. Принести, унести, вывоз мусора. Ну, очень работы много. Всегда работа есть. Задача техперсонала – не только должным образом убирать помещения и территории, но и хорошо разбираться в структуре производства, чтобы не подвергать опасности собственное здоровье. Эти профессии трудоемкие и ответственные, и без них никак не обойтись.